Книга «Открытым оком», том 19, вопрос 3353. «Если в войсках благовернейшего царя-императора святого Николая II были священники, то почему же так получилось, что эти воины христолюбивые его же и расстреляли?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Согласно Писанию, все и произошло, потому что играли с огнем, играли в войну. Никто царю не дал почитать Евангелие, в котором написано, Евангелие от Матфея, 26 глава, 52 стих. «Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут». Книга пророка Осия, 8 глава, 7 стих. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю, хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». «Вот как дело обстояло предреволюции, которая освободила священников от этой адовой работы. Но ныне снова туда же лезут попы, и ждет их кровавая мясорубка. Они ничему не хотят учиться на прошлом, тем более из Библии, и помочь им ничем нельзя, как только битьем». Кавычки открываются. «И пожалуй, нигде в мире, разве только что в нашем Отечестве, нет числа примеров, когда израненный в боях воин брал на себя исповеднический крест священства, врачуя людские души. Солдат в атаку поднимал полковой священник, подвиг священника Павловского пехотного полка Трофима Куцинского во время знаменитого штурма Измаила 11 декабря 1790 года под предварительством русского архистратига А.В. Суворова. Структура военных священников сложилась не сразу. По замуслу Петра Великого был принят основополагающий принцип подбора кадров и комплектования корпуса военных священников, который просуществовал практически без изменений вплоть до 1917 года. Для сухопутных частей назначались священнослужители белого женатого духовенства, а для флота черного монашествующего, в редких случаях бездетные вдовцы из белого духовенства. Старшим назначался обер-иеромонах в армии. В 1858 году должность обер-священника армии и флота получает наименование главного священника и наделяется правами ипархиального архиерея. Позднее, 12 июня 1890 года, император Александр III утвердил положение об управлении церквами и духовенством военного ведомства. К этому сроку в ведомстве протопресс-фитера военного и морского духовенств состояло 569 лиц духовного звания и церковного притча. Из них 106 протоиереев, 337 иереев, 2 протодиакона, 55 иаконов, 68 псаломщиков. В самый канун Первой мировой войны, то есть к 14 августа 1914 года, в штате военно-духовного управления насчитывалось 730 священнослужителей, а с началом мобилизационных мероприятий и боевых действий их численность превысила 5000 человек. На должность протопресс-фитера выбирался из числа наиболее авторитетных и заслуженных священнослужителей в сане протеерея с высшим академическим образованием и утверждался в этой должности императором. В своей повседневной деятельности он руководствовался кроме церковного устава и канонов РПЦ указаниями военного министерства и управляющего морским министерством. Если оперировать военной терминологией, то выглядело следующим образом. На вершине ее находился командующий войсками в чине генерал-лейтенанта со своим штабом протопресс-фитер и духовное управление. В центре командиры подразделений старшего и младшего состава, главные священники военных округов и дивизионные благочинные. И, наконец, в самом низу рядовые бойцы, то есть полковые священники, на чьи плечи легла вся мера ответственности за религиозно-нравственное воспитание нижних чинов, укрепление в них патриотизма и преданности долгу службы. В этом деле крайне важную роль играли полковые храмы, где в алтарях в качестве запрестольного образа хранились опаленные огнем стражений и овеянные славой священные реликвии боевых частей, знамена. Постоянными прихожанами полковых храмов были офицеры, солдаты и члены их семей, то есть люди, объединенные единой военной судьбой. В 1891 году в ведомстве протопресс-фитера военного морского духовенства находилось 407 храмов, в том числе 12 соборов, 3 домовые церкви, 306 полковых, 12 крепостных, 24 госпитальных, 10 тюремных, 6 портовых, 34 при различных военных учреждениях. Содействуя в мирное время обучению солдат элементарной грамотности и закону Божию, полковые священники проявляли в военное время немало доблести, поддерживая боевой дух войск в самые тяжелейшие мгновения боя, за что награждались боевыми орденами. Ободряя солдат громким пением молитв священник Тобольского пехотного полка Иов Каминский во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, первым выступив на вал вражеской батареи. А Василий Шпичек в 1918 году увлек солдат в конную атаку на вражеские позиции. Священник Камчатского пехотного полка Иованикий Добротворский пленил вражеского офицера, притворявшегося мертвым. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов были убиты и умерли от ран 31 священник, 12 получили на ранения и контузии, 19 оказались в плену. Священник Алексей Аконешников, плененный и отпущенный японцами как гражданское лицо, с риском для жизни вывез из плена и доставил русскому командованию ценную информацию разведывательного характера. За 1915 год за отличия в боях были награждены 639 пастырей. Из них ордена Георгия Победоносца 4 степени 4, Панагии на Георгиевской ленте 1, Золотыми наперстными крестами 100, Орденами Анны 1 степени с мечами 2, Орденами Анны 2 степени с мечами 170, Орденами Анны 3 степени с мечами 193, Орденами Владимира 4 степени с мечами 150, Кроме того, пожалованы мечи к имеющимся уже орденам 20 священников. Верующий воин более неприхотлив, дисциплинирован, уравновешен и смело смотрит смерти в глаза. Религиозность военнослужащих имеет помимо нравственного аспекта и практический смысл. Кавычки закрыты. Православная Русь, номер 20, 2006 год, страница с 5 по 8. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Послание к римлянам, святого апостола Павла, 12 глава, 20 стих. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Книга Откровения, 13 глава, 10 стих. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Когда закончится история земли, а может даже и конец вселенной, Бог подведет черту для всех молитв и для всего, что любим и лелеем. Настанет час вопросы разрешить, за что и кто убит и дерзко ранен. Не все же средства были хороши, у каждого виной иной был крайний. За что, когда, зачем и почему у каждого таких вопросов уйма. Там промысел раскроется, поймут, на пользу и несчастье в общей сумме. И будет благодарность Егове, творцу от твари, воскрешенной разом. О, только бы не оказаться голым в одежде белоснежной, а не грязной. Из Божьей Библии даровано познать о тех вопросах, что нам Бог предъявит. Не превратиться слева бы в козла, не фигурально только, но и в яве. О вере спросится евангельская сполна, не по монашеству с тоталитарным духом. Душа без Иисуса окажется больна ногами, зрением, особенно же слухом. И надо ныне в вере возрастать, не по младенчески за неучим тянуться. Учителем избрать единственно Христа, ни шагу, никуда без Иисуса. Нам судный день там ничего не даст, он лишь итог подводит прожитого. Все вскроется, как было без прикрас, а светится божественным востоком. История пока что ковыляет, как встарь седую близко от потопа. Земля вот-вот и превратится в слякоть. Мое напоминание о том лишь шепот. 29 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин